Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу рассказать, почему же я всё-таки пожалел, когда купил курс Ольги Гагаладзе. А покупал я, на самом деле, у неё в итоге аж два курса. И в одном случае я разочаровался из-за того, что он был крайне слабенький курс, то есть половину информации я знал. Ну и до этого я читал книги, то есть несколько популярных книг в том числе. В данной ситуации я не хочу называть ни книги, ни авторов этих книг, чтобы не делать рекламу. Ну, а вот Ольги Гагаладзе я свой отзыв оставлю, да, почему я крепко пожалел. Но обратите внимание, что сожаление, да, крепкое, это было лично моё, моя ошибка, то есть вы можете их не допускать. А возможно для вас эти вещи, по которым я пожалел, они абсолютно незначимы. Так что не надо меня так критично сразу воспринимать, это ваше восприятие, это ваше восприятие, а моё – это моё. Так что в любом случае подписывайтесь на канал, потому что на канале будет много чего финансового, интересного, новости, экономически полезные. Буду делать самые оперативные новости по экономике, финансовому и всему остальному. Так что подписывайтесь, ставьте лайк. Ну и так, чем же я пожалел курс? То есть я купил и капитал курс, и я инвестор. Проходил я изначально курс я инвестор. Данный курс, когда я купил, я столкнул… Вообще самый первый курс, на самом деле, я купил, это была информация по сбору дивидендного портфеля. Кстати, вот тут я не могу сказать, что я пожалел, то есть это было классно, да. Греха дарить не буду. Вот это как раз для меня была одна из первых информаций, которую я получил, и она для меня оказалась реально полезной. А дальше вот я реально купил курс, я инвестор. И тут вот почему я пожалел, потому что часть информации у меня уже была, и она была повторная, да, то есть повторение мать учения, но повторить я могу и за более дешевые деньги, пообщавшись просто с комьюнити приятным, людьми, которые действительно понимают в отзывах, финансах, во всем прочем. А второй курс, который я купил, это был курс капиталов. Ну, я уже почему решил его купить, потому что я подумал, что если этот курс, я инвестор, для меня легкий, то думаю, сейчас что-то углубленное, интересное я получу на курсе капитал. В итоге я понял, что на курсе капитал я получил информацию чрезмерно большую, которая мне не нужна, там чрезмерно большие объемы просто информации, и для меня это было настолько неинтересно, но вы просто не поверите. То есть, ну зачем мне информацию, которую я не могу применить на практике? То есть, она мне была не нужна на практике, вот в чем дело. То есть, кому-то, возможно, кто-то захочет себя продавать как эксперта, но мне надо было с целью не понимать экономический строй всех стран мира, а задача была именно научиться работать, зарабатывать на долгосрочной перспективе без сильных колебаний, то есть, без нервов. И вот в данной просадке, как сейчас, я понимаю, что я спокойный, но эту информацию я получил еще с тех же дивидендных курсов, с тех же я инвестор. А дальше эта информация была… То есть, в данной ситуации мне бы больше было… правильное непонимание, чтобы не как собрать портфель, а чтобы как вовремя понять, когда мы начнем падать, когда вовремя выходить из-за рынка, когда покупать. То есть, это, по сути, уже чтение графиков. То есть, вот этого, конечно же, на капитале мне явно не хватило. И считаю, что… Ну да, она, в принципе, скорее экономист, инвестор, чем трейдер. Вот что-то трейдерское здесь бы подошло мне больше. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайк и напишите ваше мнение в комментариях.